В 2021 году выходит роман Ярослава Гжендовича «Пепел и пыль. Повествование из мира между мирами». Ярослав Гжендович – польский писатель-фантаст, журналист, литературный критик, издатель и переводчик, один из наиболее ярких представителей польской фантастики поколения 80-х. Его роман «Владыка ледяного сада» был признан лучшим фантастическим романом 2005 года в Польше. Мир романа уходит корнями в поэтику древнеисландской старшей эды. Трилогия удачно сочетает в себе элементы научной фантастики и фэнтези, а ее действия разворачиваются на далекой планете, стоящей на более низком уровне развития, чем Земля, в серии три романа. А о чем же роман Ярослава Гжендовича «Пепел и пыль» – повествование из мира между мирами? Роман написан на стыке темного фэнтези, детектива и конспирологического триллера с элементами даже хоррор. О чем роман? Неизвестно, существует ли рай, также неизвестно, существует ли ад. Единственное, что можно сказать наверняка – это пепель и пыль, которые хранятся на верхнем этаже. Здесь каждый предмет, мысль, чувство имеет свое «ка» – отражение материального мира. Здесь ползают мысли формы, собираются демоны внезапной смерти. Здесь зло стремится поглотить, захватить вашу душу. Здесь вы блуждаете, не понимая, что только что умерли. Добро пожаловать в мир между. Под терновым крестом, на котором висит обнаженный монах. Монах, который знал тайну этого мира и должен был умереть за это, оставив своего рода завещание своему другу, войти и найти ответы. Выглядит очень интересно. По описанию чем-то мне напоминает Дэна Симмонса «Гиперион», не знаю почему, может «Монах, распятые монахи». Немножко мне напоминает книги Клайва Баркера, его ужасы, книги «Крови» и другие произведения. Но мне кажется, что новый роман Ярослава Гжендовича, если он немножко хотя бы похож на владыка Ледяного сада, обещает быть очень-очень интересным. Еще раз, он выходит в 2021 году. Так что ждем. И, пожалуйста, проверьте мои другие видео. У меня есть интересные видео на разные темы. И, пожалуйста, подпишитесь на мой канал. Буду выставить видео очень часто. Спасибо. До свидания.